Возникает вопрос, почему же все поколения темного адептства до сих пор не сделало? Может они достаточно сильны для этого или силы порядка могущественны? Что же они не создали ни псионы для прихода темных богов, не открыли врата для клепатических сил, не разорвали завесу для вторжения древних культ Альяха? В общем, не привели силы хаоса в наш мир. Нет, они сильны, даже сейчас среди нас бродят существа в человеческом обличии, чье одно дыхание отравляет сам свет, а силы порядка в основном костны и близоруки. Более того, им в различные периоды истории это даже хорошо удается, но это, на удивление, и становится тем самым тикун исправлением павшего мира. Как это происходит? Одним из первых прозрел и пытался объяснить темный адепт Мэтью Уайтман, записавший Змеиный Сидур Нахаша Эль-Ахера, открывший поток 61 антикосмического сатанизма. Он рассказывает, что несколько лет работал в русле потока 218 по гримуару Ситра Ахра, открыл все врата и контактировал со всеми демонами гримуара. Пока его не озарили некоторые открытия, все написано совершенно эзоповским языком каббалы. Поэтому попробую объяснить самую суть, что называется на пальцах. То, что будет написано дальше, надо воспринимать лишь как предположение. Представим наш каузальный мир световой стороны Ситра Гдуша, как огромное поле, а человечество, как стадо овец. Бог — это пастух со стаей своих собак, ангелов и служителей на земле. За полем темный лес, другая сторона Ситра Ахра, там бродят голодные волки, демоны и темные адепты. Овцы дают пастуху шерсть, веру и молитвы, и мясо своей души. Это не метафора. В загаре так и объясняется, что души святых людей в раю архангел Михаил режет на жертвенники, как овец. Так они полностью теряют личность, возносясь в высший рай к Богу. Волки, естественно, хотят напасть, загрызть пастуха и его псов и перерезать всех овечек. Но им этого не дают до времени, потому что овцы временами жиреют, паршивят и отказываются давать шерсть и мясо, просто разбегаясь. В конечном итоге, пастуху это непокорство надоедает, и он со своей сворой просто покидает поле. Это называется «в мире нет божественного присутствия», как говорят и евреи. Шхина покинула мир. Бог покидает мир. Вот тут и провозглашают, что Бог умер, или даже может, его никогда и не было вовсе. Силы зла волки вторгаются в мир, и начинается кровавая апокалиптическая вакханалия. Овцы жалобно блеют о спасении. Тут прибегает пастух с ружьем и собаками, и загоняет волков обратно в лес. Половина стада растерзана. Многие собаки тоже, но оставшиеся овцы, теперь так напуганы, что снова готовы дать шерсть и мясо. Так и происходит во всей сакральной истории этот тикун исправления мира с помощью сил зла и хаоса. То есть они невольно из-за демиургического обмана становятся частью общей демиургической системы равновесия творения. Вот поэтому им это и не удается, потому что в итоге они играют по правилам демиурга. Продолжение следует...